все у парней классно только высадили аккумулятор в преддверии того что выпал снег я понял что моему аккумулятору как бы это сказать правильно в общем ему пришел этому аккумулятору и сейчас тут есть рядышком некая контора никонора которая занимается аккумуляторами к ним поднялся там никого нет но там есть волшебный номер телефона позвонил по которому мне сказали мы тебе сейчас перезвоним хрен знает жду пока но я что парень подготовлены у меня в принципе зарядка есть поэтому на черный день благо тут оказалось электричество сейчас меня парни зарядят если чуваки не откликнуться поеду аккумулятор покупать в другое место они просто тупо прощелкивать свое счастье благо парни оказались рядом сапер на слободской 3 это тупо не реклама это мне как всегда не повезло в очередной раз ну пользуясь случаем запросто сейчас приобретем аккумулятор и не обычная сразу гелевый так чтобы он не мозг не выносил никогда что можно было можно было слушать долго музыку стоять со светом и вообще не за что не париться дорого но наверное наверное будет оправдана посмотрим после замены и бокового стекла конечно же логично поменять аккумулятор ну вот почему бы не поменять кстати чтобы кто-то что-то не говорил что это какая-то типа рекламная акция вот аккумулятор он куплен вот чек я себе захотел гелевый аккумулятор ну вот разный фетиш есть у людей вот кто-то мечтает жизни быть там стать космонавтом кто-то пожарником я мечтал быть продавцом мороженого но стал автоподборщиками вот теперь очень давно еще со времен когда у меня была носа я все как-то так вот мечтал чтобы у меня был гелевый аккумулятор и что же это такое чтобы попробовать мечты сбываются вот я дождался теперь у меня будет гелевый аккумулятор вот загорелся чек что ж ты хочешь сегодня такой не спрогнозированный день ремонта на самом деле завтра надо выпускать видео завтра четверг не это видео выпускать а другое потому что поэтому тут еще будет целая куча монтажа но даже по-другому мне все равно еще конь не валялся поэтому я предполагаю что снова будет бессонная ночь но это будет такая чтобы не равняли меня с каневским это уже будет другая история но другая история 1 сейчас будем менять аккумулятор очень надеюсь добраться до багажника конечно еще и старый вам сейчас пообещал напарить он смысле отдать все лето искал вот эту штуку я был уверен что я забыл ее на шашлыках на киевском море я ее просто ложил вот здесь сразу под первую картоночку положил и забыл но видать когда я все это дело собирал я положил не туда положил ниже так номера для того чтобы добраться багажник вольво сейчас наверно покажу что я делаю вот во вольво стоит аккумулятор закрывается он вот такой вот крышечкой прикручивается он вот здесь bosch компания элит проверено в общем полная шляпа не я понимаю что наверняка понятно что его еще можно зарядить понятно что у него еще какая-то жизнь будет но с включенным зажиганием 15-20 минут и аккумулятор высаживается так что двигатель нельзя бы запустить он тупо теряет емкость и поэтому я понимаю что аккумулятор это то ли бракованный то ли какой-то он не такой потому что volvo x70 аккумулятор уже с дай бог памяти с 14 года он там стоит 6 лет и ему ни хрена музыку можно слушать больше часа причем ну так нормально то есть он не выедается в ноль а здесь 20 минут и шляпа этому аккумулятору то есть запускает он нормально но не дай бог где-то оставил его без присмотра с включенным зажиганием не дай бог с включенным зажиганием еще быстрее сядет потому что фары постоянно мне включены ну ладно то такое понес его ухты у мою потяжелее он не скажу значит имеем варта некий silver динамик не знаю насколько он хороший так где у него дата выпуска должна быть шестой месяц куда смотреть вот выбита четвертая цифра а то сейчас уже на торце вот здесь вот как выбивали раньше не пишут да что такое 4 цифра 0 это двадцатый год а 75 это код седьмого месяца вот так вот классно заваляю за голову олирована состояние того аккумулятора можно узнать или можно сейчас прошу можно ли снять все-таки пока я спрашивал я оказался прав аккумулятору жопа потому что есть такой классный приборчик а сколько он кстати может стоить и такая штука секундочку 830 это у вас написано да проверка пошел сейчас что-то должно произойти к б зарядить ну зарядить не заменить но заменить 1243 ну то есть я понимаю что у него остаточный 601 уже шиса было 600 только что уже суда не ну он через он не хочет от меня уходить но тем не менее здесь мы его и похороним потому как этот аккумулятор мне не нужен но возможно он кому-то там еще нужен будет продлить жизнь хорошо большое спасибо я с учетом того что может быть его действительно просто нужно зарядить но хочу гелевый только что когда я заходил была надпись заменить и к б да я парня попросил сделать новый тест для того чтобы заснять этот на камеру то у него появилась зарядить и к б в любом случае я понимаю что что-то нихера не так с этим аккумулятором у него было 600 пусковой потом 601 за два года упал он более чем на 20 процентов мощность аккумулятора ну как пусковой у него 830 должен быть а сейчас реально 600 зимой конечно будет сложнее прокрутить v-образный здоровый двигатель но теперь у меня есть варта теперь у меня есть гелевый аккумулятор может быть кто-то скажет что я неправильно сделал но это мой выбор и я так хочу я хочу попробовать что такое гелевый аккумулятор и действительно ли он так хорош как про него говорят все оставлю обратно теперь нужно пояснить что такое в принципе гелевый аккумулятор ну для того чтобы было понятно я сначала объясню про обычный кислот или же скажем традиционный аккумулятор который был по своим технологиям придуман ну немногим более ста лет назад суть то что это обычный химический процесс там есть в составе серная кислота которая смешивается с дисцеллятом приблизительно 35 65 имеется в 35 процентов самой кислоты 65 процентов дистиллирован воды вся эта жидкость помещается в ячейку где есть уже собранные пластины плюсовые минусовые с пластиковым как правило пластиковым диэлектриком между ними и таким образом когда идет заряд дистиллированная вода она уходит превращается в кислоту с тем самым аккумулируя заряд или же когда она разряжается наоборот дистиллированной воды становится больше это принцип обычного аккумулятора вот так он работает дальше гелевый аккумулятор гелевый аккумулятор по своей сути это тоже кислотный аккумулятор только он уже сделан по-другому вместо вот этой вот банки куда заливается кислота там пластины те же самые плюсовые минусовые они плотно заливаются гелем вот этот вот гель он содержит своем составе кислоту и он же является диэлектриком для пластин то есть там ничего нету кроме очищенного свинца и самого геля это дело все очень плотно запаковано он не испаряется не дает никаких испарений ее можно ставить хоть на бок хоть верх ногами хоть как угодно он будет работать дальше плюс еще офигенно здоровый в том что он имеет большой пусковой ток ну по более нежели обычный кислотный аккумулятор так вот если обычный кислотный аккумулятор взять ну в обычных средних параметрах там типа какой-то 55 аккумулятор то пусковой ток у него будет доходить до 500 ампер то гелевый с этих размеров можно снять до 1000 ампер часов и в общем то мощность она налицо точно также офигенно большой плюс это в том что гелевый аккумулятор высадить в ноль ну ничего страшного не будет то есть если кислотный ну раз 10 посадить его в ноль и зарядить то кислотный аккумулятор попрощается с вами он перестанет жить и больше не будет существовать назовем это так то гелевому аккумулятору ну как заявляет завод производитель там порядка 400 подобных глубоких высаживаний в ноль можно сделать и нифига не будет этому аккумулятору понятно что за время жизни когда этот аккумулятор будет стоять на автомобиле 400 раз посадить 0 ну очень маловероятно что такое может быть гелевый аккумулятор можно оставлять на долгое время но правда заряженным можно оставлять на год нужно оставлять на 2 он не сильно разряжается там порядка 15 процентов он теряет емкости вот своей основной за год поэтому гелевый аккумулятор интересен будет тем людям которые например прилетел в порту оставил автомобиль или же в гараже оставил автомобиль и улетел куда-то надолго или же уехал аккумулятор этот быстро емкость не теряет в этом классно в этом плюс минусы у гелевого аккумулятора тоже есть к несчастью и эти минусы они реально очень спорные для тех кто соберется покупать гелевый аккумулятор понимаете что первый минус это все-таки стоимость этого аккумулятора стоит он раза в два то и в три дороже в зависимости от объемов фирмы емкости но он в любом случае дороже от своего кислотного собрата и дороже в разы но это еще мелочь самый такой неприятный момент который можно отнести к большим недостаткам это все-таки этот аккумулятор очень сильно боится высокого напряжения назовем это так или же перезаряда на русском языке генератор в каждом есть автомобиле генератор генератор это то что дает ток и вся система автомобильная питается от генератора когда автомобиль едет иногда бывает такое что кончается на генераторе реле регулятора напряжения и тогда генератор дает перезаряд то есть он просто банально дает там 16 вольт больше сна 16 а это очень губительно для простого гелевого аккумулятора потому как в момент когда идет больше вот здесь вот могу ошибаться то ли 15 3 вольта то ли 15 5 это уже смерть аккумулятора в значениях могу ошибаться но в общем тезисе смысл остается тот же самый дается много вольт вот этот вот гель он просто тает ну не знаю как снег на ладошке он растает и все из прежнее состояние он уже не превратится и он не замерзнет он будет таким жидкообразным уже до конца понятное дело что он еще какое-то время будет там работать имеется ввиду давать какой-то ток потому что все таки реакция пластина на присутствует но это смерть поэтому если прощелкать момент когда пошла перезарядка на гелевом аккумуляторе то аккумулятору будет все от слова совсем и это нужно не прощелкать но на самом деле есть такие штуки которые вешаются на клеммы такие реле регуляторы которые предупреждают что идет перезаряд но тем не менее они не пускают перезаряд на аккумуляторе таким образом можно сберечь но это опять-таки дополнительные расходы к стоимости основного аккумулятора также отнести к минусам можно еще ну в моей стране маловероятно что будет мороз в минус 40 а именно таких морозов приблизительно таких значений боится гелевый аккумулятор кислотные тоже боятся но кислотные если разрядить в ноль то там будет очень много дистиллированной воды он тоже замерзнет и разрушится гелевый независимо от того какая будет он заряженный или не заряженный какая емкость у него будет при температуре очень низкой он закончится там этот гель он кристаллизируется и он просто начинает трескаться крошиться и разрушаться и все и это уже тоже смерть аккумулятора поэтому при температурах очень низких он тоже не работает а в остальном абсолютно нормально кому на каком аккумуляторе ездить тут уже принимайте решение самостоятельно я свой выбор сделал потому как я об этом давно мечтал я себе хотел очень давно гелевый аккумулятор а тут такая возможность сел закончился и вот он у меня стоит очень полезная тема здесь контру конструктивно в кузове и специальный дренажный шланг куда отводятся кислотные пары кипения аккумулятора в атмосферу то есть даже если будет перезаряд volvo позаботилась о том чтобы он кипел не во внутрь салона то в принципе думаю во многих автомобилях так реализовано а именно за кузов вот это вот штучка вставляется вот сюда в бок и вот этот вот шланг который идет коп на улицу вот это я сейчас собираю обратно и сюда чпок блин она просто тупо банально сломано обратился к парням продайте мне вот такую штуку они мне абсолютно бесплатно с другого аккумуляторы подалили вот это хотя могли бы и заработать и это к слову они еще не знают кто я ну то есть разговора о том что я блогер или что-то еще по виду парней не мне просто то ли не знаю то ли не узнали да и не всеми интересен окей меряю подходит ли ухты как плотненько зашла вот вот очень хорошо но эту штуку я сохраню на всякий случай во всей этой забаве очень важно до конца надеть клеммы потом их уже обжать ну что если не до конца будет не очень хороший контакт вообще по правильному тут многие смазывают какой-то графитной смазкой медной смазкой то есть когда идет сульфатация аккумулятор когда он окисляется такая наплыв получается когда он зеленый когда он такой мерзкого цвета вот но это как правило когда есть какая-то влажность учетом того что здесь сухой салон и постоянно продувается теплым воздухом из салона но тем менее я все равно насаживаю до конца да так вот к чему я он тепленько прогревается поэтому здесь такой вот если нет еще иногда мажут солидолом какими-то смазками для того чтобы не образовывалась там именно налет влаги крышечка не знаю роль занимает эта пластиковая штука но она прилегает не плотно а вот это вот металлическая сверху она прилегает очень плотно парни мне кстати торжественно выдали 300 гривен за аккумулятор потому когда обычно в аккумуляторные конторы вот когда сдаешь аккумулятор они его оценивают независимо от того хороший он или плохой в среднем по 3 гривны сейчас за один ампер час с учетом того что у меня аккумулятор был на 100 ампер часов то далее мне за него 300 гривен вообще на самом деле было бы правильно сделать чуть чуть по другому а именно накинуть клеммы и запустить двигатель но с счетом того что я покупаю новые аккумуляторы я думаю что с ним все будет классно по крайней мере во я в это в свято верю так и пошли обратно буксировочный фау классная volvo машина в нее много всего влазит но порой для того чтобы куда-то добраться то что где-то когда-то схоронил это иногда слегка бывает ой проблемой ну торжественно первый запуск вообще без сучка и задоринки и впечатление даже не впечатление могу точно констатировать факт что это вряд ли моя эмоция крутит стартер быстрее нежели он крутил на предыдущем аккумуляторе то есть с предыдущим аккумулятором точно была какая-то шляпа наверняка эти парни его куда-то кому-то продадут на более слабый автомобиль где он еще подойдет но вряд ли он пойдет на дизельный автомобиль но где-то он еще несколько лет возможно и покатается возможно не перезарядят возможно они сейчас проверят ему плотность электролита до зальют до заправят возможно у них есть прибор который сделает как это правильно называется забыл это слово в общем есть сульфатация пластина есть наверно ну не десульфатация как-то по-другому есть приборы зарядки которые накидываются и вот эта вся сульфатация разрушается но так было когда-то не знаю как но сейчас благо у меня есть возможность купить новый аккумулятор я его поставил тестируем дальше а это все дополнительные расходы ну опять таки я не могу вот эту покупку отнести каким-то обязательным расходом можно было бы запросто его зарядить и еще кататься но с учетом моей деятельности что я могу заехать куда-нибудь хрен знает куда в какие-то хащи дебри где даже не работает сотовая связь кроме радиостанции которая работает на 5 километров с собой нифига нету я могу встрять и у меня появилась возможность я решил проблему я думаю что для себя я сделал правильно как минимум я получу ответ на вопрос а действительно так хорош гелевый аккумулятор как про него рассказывают или нет но это нужно время потестировать попробовать выехать включить музыку оставить машину с включенным светом понять насколько хватит со времени установки этого аккумулятора прошло уже несколько месяцев за эти несколько месяцев было неоднократное количество раз те ситуации когда этот аккумулятор я пытался разрядить в ноль музыку он в режиме ожидания до двух часов держит очень легко один раз даже на сто мы слушали порядка ну я скажу так музыка была включена порядка пяти часов мы не слушали потому что она мы еще снимали параллельно и она закрывает авторские права и потом приходится переснимать контент ввиду того что где-то на заднем фоне есть какая-то музыка так вот пять часов аккумулятор не сел ближе только к вечеру когда на истовом уже полностью разобрали собрали морду от только тогда вылезло сообщение о том что мы отключаем все потому что садится аккумулятор но он запустился сам без какого-либо намека на то что он просаженный поэтому гелевый аккумулятор рулит здесь когда нижний порог когда еще можно запустить автомобиль она пишет батарея разряжена выключает всю систему и можно запустить двигатель еще но если подождать еще чуть-чуть этот момент по крайней мере был у меня такой опыт на этом аккумулятор и он садится вот тогда уже болт с левой резьбой или же шляпой или кто как назовет двигатель не запустить без бустера без прикуривателя без чего-либо еще но так как я иногда выдираюсь на природу сам поэтому могу остаться без нифига через виду точно знаю что системе надо показывать что у нее новый другой аккумулятор можно ли это сделать через лаунча с и выясню и и расскажу об этом не нашел я в лаунче где можно скинуть значение адаптации аккумулятора но ничего страшного я сделаю это через виду кстати где-то было в комментариях кто-то говорил купи себе маленький карманный бустер да классная тема помогает меня сегодня с такой запускали но я не успел заснять тема классная возможно я себе его куплю но это будет потом со временем я купил себе вот такую штуку я специально показываю наоборот чтобы даже не видели что это за фирма это маленький карманный бустер он интересный он классный но я ошибся лишь только в том что гонясь за тем чтобы он был маленький и мобильный я прощелкал то что он не запускает большие объемы поэтому для моего пользования мне нужен больше основная масса автомобилей с которыми работаю не все-таки с большими объемами так вот вот эта штука разыгрывается в воскресенье в два часа дня в прямом эфире она будет разыграна условия розыгрыша надо быть обязательно подписанным на канал youtube надо быть обязательно подписанным на наш канал в инстаграме вот здесь он будет написан под постом где я разыгрываю вот эту штуку рассказываю что вот розыгрыш именно под этим постом напишите комментарий хочу участвовать в розыгрыше и тогда ваш голос защитится и в воскресенье рандомно в два часа дня мы и быстренько определим кто эту штуку выиграет банка и сам вот этот стекловолокне вот там где в обычном кислотном аккумуляторе там есть диэлектрик а здесь вместо диэлектрика используется такая пластина из стекловолокна которая пропитана вот этим гелием то же самое на камне очень важный момент только что всплыл между гелевыми аккумуляторами чистыми гелевыми и обычными кислотными есть еще а джи эм технология которая она тоже гелевая но разница только в том что между в банке между пластинами плюсовыми минусовыми там стоит такая штука типа из стекловолокна которая пропитана вот этой вот гелевой гелевым электролитом назовем его так и это тоже уже гелевая технология это тоже круто это тоже интересно но это что-то промежуточное телефоне минус 21 в автомобиле посмотрим в автомобиле тоже минус 21 сейчас посмотрим как это чудо запустится ляпота красота такой аккумулятор рулит срочно подогрев сидений надо включать спасибо ждем пока прогреемся сейчас на все нагреется едем но в минус 21 он запускает двигатель точно так же как в плюс 20 сейчас уже слегка темно и не будет нормальной видеозаписи но хочу сказать что вот это вот шумоизоляционное стекло она реально шумоизоляционное потому что вот с левой стороны я сейчас не слышу шума колес а с правой стороны я слышу шум колес потому что справа у меня еще стоит обычная а слева и стекло уже поменяны эффект вау мне нравится а когда будут все стекла такие будет вообще великолепно но осталось немного осталось их просто найти сущий пустяк кстати ребята кто занимается автомобилями возможно ездят и какие-то разборки о которых я еще не знаю мне нужны задние стекла триплекс темные а передние правая ну стандартное светлое к тому времени возможно я уже что-то найду но тем не менее оставьте в комментариях где у кого есть такая штука youtube оказывается работает ребят спасибо что досмотрели это видео до конца напишите в комментариях что вы думаете по поводу того действительно нужен ли гелевый аккумулятор для обычных автомобилей или же он не нужен ну а с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока с учетом того что до конца редко кто смотрит я хочу предложить на хитрешую хитрость а именно тому кто первый в комментарии в ю тубе напишет что я сделал не так для установки аккумулятора тому я подарю 5-литровую банку немецкого классного пива которая привез с германии в декабре буквально перед новым годом но с учетом того что до 100 тысяч я принципиально не пью я просто подарю эту бочку пива тому кто первый скажет что я сделал не так при установке аккумулятора так Продолжение следует...